итак всем привет недавно я наткнулся на одну очень интересную ссылку статью где человек рассказал о футбольном фристайле итак давайте прочитаем и разберемся что он хотел донести этим так первое название статьи почему футбольные фристайлеры не играет профессиональный футбол да потому что они футбольным профессиональные футбольные фристайлеры они выбрали направление футбольного фристайла ну здесь просто элементарно поехали дальше потому что профессиональный футбол и футбольный фристайл это абсолютно разные вещи ну тут я наверное соглашусь потому что цели у этих видов спорта разные более более тактические борьба результат хотя результат что там что там чтобы сказать сильно это разные вещи есть дисциплина четвертая дисциплина в футбольном фристайле это граунды граунды то есть футбол но это уличный футбол который играется с маленькими воротами один на один там не знаю наверно 2 на 2 и команда на команду тоже в ограниченных пространствах это как мини-футбол читаю дальше одно дело проделывать руки стоя на месте полу спущенным мечом вы кстати знали об этом секрете фристайлеров смотри если честно этот чувак ну не разбираясь в этом начинает что-то говорить ну это неправильно потому что до футбольные фристайлеры большинство из них набивают не полу сдутым немного сдутый мячом смотрите футбол играет в бутсах у которых поверхность идет намного жестче футбольные фристайлеры выбирают обувь мягкую подошва мягкая внешняя часть обуви тоже должна быть тоненькая для того чтобы чувствовать мяч потому что идет контроль чувство мяча и это не секрет но есть и фристайлеры которые занимаются футбольным фристайлом нормальным надутым мячом это дело каждого здесь неважно можешь сдутым может там я на свой опыт видел фристайлеров которые фристайлили и камнями просто нереальными и такой клизмой что просто его подкидываешь он падает и сразу в земле это дело каждого поехали дальше сущности за матч отдельно взятый футболист не так уж много времени владеет мячом в основном каждый выполняет на поле тактическое задание тренера да соглашусь с ним что есть тактика есть тренер который заставляет футболистов выполнять на становление и он здесь тоже не прав потому что не все футболисты мало владеют мячом не все футболисты потому что есть очень хорошие талантливые футболисты которые когда получают мяч могут пройти все поле и забить угол это что означает потому что он хорошо владеет он хорошо понимает как обращаться с мячом если играть чисто тактический футбол то это будет скорее всего так пас 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 навес пас пас попытка удара и так далее я прыгнув немножко наперед скажу что футбольный фристайл помогает тем что когда например ты перештрафной получаешь мяч и ты можешь отдать пас ты можешь ударить и ты можешь обыграть с помощью футболного фристайла всех его дисциплин навыков обыграть игрока и потом попасть в сборке лучших финтов футболе это точно поехали дальше ты должен закрывать свою зону страховать партнера знать когда подключаться в атаку а когда наоборот оттянуться назад эта тактика ей учат с детства до футбол это спорт борьбы тактики у каждого тактика своя те играют на оборону те на атаку игроки супер класса они играют совсем по-другому у них часто конфликты с тренерами ну это все это уже такое поехали дальше кроме того футболист должен уметь вести силовую борьбу хорошо играть головой владеть пасом по поводу добрый выскажу да хорошо играть головой и владеть пасом и я даже скажу удар это все поможет футбольный фристайл можете оспорить мое мнение в комментариях поехали дальше самое интересное здесь я прочитал просто шедевр сможет какой-нибудь фристайлер выдать диагональ на 40 метров встречный вопрос а сможет ли какой-нибудь футболист сделать а мат мат в нт это достаточно средний среднего класса трюк футбольном фристайле то же самое бит на бит ну чувак здесь ты не прав если взять отдельного футболиста хорошего которого есть какие-то навыки фристайла его можно обучить сделать этот трюк а мат мат если взять например фристайлера который более-менее уверен более чем на сто процентов что и футболист сможет повторить трюки фристайла и фристайлер сможет дать диагональ на 40 метров это еще не конец и мы поехали дальше выиграть силовую борьбу у защитника пробить головы находясь под русской опекой пробежать 10 километров за матч чередуя короткие длинные рывки я думаю нет ну чувак на йоперный балет ну ты не занимаешься не тем наверное не другим делать какой-то вывод я лично играл футбол занимаюсь фристайлом я знаю эти два рода занятий и вам у тебя сказать не тебе это человеку я не знаю находясь под шуткой опекой пробежать 10 километров за матч чередуя короткие длинные рывки это тренируется на футболе на легкой атлетике борьба тренируется на борьбе а где еще и что тут говорить ну поехали дальше недавно кто-то проводил подобный эксперимент один из ведущих фристайлеров россии провел несколько недель в химках в команде между прочим второй лиги окей сначала чуть не умер на тренировках странно потом пару раз выходил на замену но ничего пудного не показал и самое то что если он такое написал пудного ничего не показал соответственно я уверен что и этот футбольный фристайлер который как он говорит ничего пудного не показал ему показал пудные дайте ему время и подготовку и он сможет покажет и самое самое напоследок напоследок самое смачное осталось просто даже сборная лучших фристайлеров обречено в матче с каким-нибудь фк калуга комментировать ничего наверное не надо но скажу одно что этот человек не разбирается в футбольном фристайле видит как играет современный русский футбол украинский футбол я думаю они не сильно отличаются но я бы если честно с ним поспорил если взять группу профессиональных футбольных фристайлеров с навыками играть футбол чтобы они вспомнили чтобы они их потренировали восстановили легкие то я думаю поражение профессиональных футболистов будет большим потому что футбольный фристайл помогает играть красиво эффективно и эффектно самое главное как все топовые игроки которые сейчас играют пример лигах испанских лигах apple во всех топовых лигах европы и мира спасибо большое что вы посмотрели я знаю что вас немного я стараюсь что-то придумать новенькое времени конечно немного если у вас есть какие-то вопросы советы мне сказали что я мало говорю в своих видео предыдущих я вот решил снять такой такой видео если в принципе это заходит то можно обсуждать и другие темы не только статьи но и последние новости и футбола и фристайла все таки развивается как-никак и также то что сейчас очень не стремительно развивается это панна очень интересное движение я буду очень благодарен за лайк за репост не знаю кто-то репостить не репост нет но это будет будем смотреть дальше а дальше мы увидим так что спасибо большое за просмотр всем пока пока